Сборная России сегодня провела последнюю предыгровую тренировку перед завтрашним матчем со сборной Лихтенштейна. Прошла она сегодня здесь, на стадионе Рейнер Парк, который вы можете видеть за моей спиной. Стадион этот находится в городе Вадут, столице Лихтенштейна. Собственно говоря, здесь завтра и пройдет матч между сборными России и Лихтенштейна. Начнется он в 20.45 по местному времени, ну и, соответственно, в 21.45 по Москве. Что же касается сегодняшнего дня, сегодняшней тренировки, то, пожалуй, главным вопросом ты права оставался для всех российских болельщиков. Всех это волновало и, конечно же, журналистов. В каком физическом состоянии, прежде всего именно в физическом состоянии, подходят к завтрашней игре наши футболисты. Ну и прежде всего я говорю о наших лидерах. Это и Олег Шатов, и Роман Широков, Юрий Жирков, Артем Дзюба. Все мы прекрасно знаем, что эти игроки чувствовали ряд недомоганий после последней игры со сборной Швеции. Ну и в каком состоянии они подходят к матчу против Лихтенштейна, конечно же, являлось большим вопросом. Сегодня тренировка прошла, первые ее 15 минут были открыты. Ну и по первым вот этим 15 минутам мы можем сделать вывод, что, к сожалению, не все футболисты до конца восстановились от своих микротравм, микроповреждений. Так, например, Олег Шатов, Юрий Жирков, и сегодня к ним присоединился Алексей Березуцкий. Они тренировались по индивидуальной программе. Более того, Юрий Жирков и вовсе был вынужден досрочно покинуть поле, досрочно покинуть тренировку. Он ушел в подтрибунное помещение где-то через 15, наверное, 20 минут после начала тренировки. А вот что касается нашего лидера, капитана Романа Широкова. Он сегодня присутствовал на пресс-конференции. Ну и, конечно же, не могли мы не задать ему этот вопрос, в каком физическом состоянии находится на сегодняшний день именно он. Я предлагаю прямо сейчас послушать, что ответил по этому поводу Роман. Благодаря нашему медицинскому штабу чувствую себя значительно лучше. И завтра готов, в принципе, сыграть. Таким образом, за здоровье нашего лидера, капитана Романа Широкова, переживать не приходится. Он готов завтра провести на поле все 90 минут встречи. Ну а вот выпустит ли его на поле наш главный тренер Леонид Викторович Слуцкий, это остается большим вопросом. По крайней мере, на сегодняшней пресс-конференции Леонид Викторович заявил, что не намерен экспериментировать с составом, с какими-то тактическими схемами. Он вообще не подразделяет соперников на сильных и слабых. И подготовка идет ровно в том же режиме, в котором она проходила к матчу со сборной Швеции. Более полное мнение наставника нашей национальной команды я предлагаю послушать прямо сейчас. У нас в команде собраны опытные футболисты, которые прекрасно понимают, что какой-то отрицательный результат в последующих матчах абсолютно нивелирует победу над шведами. Поэтому все все прекрасно понимают. Мы готовимся, абсолютно не делая никакой разницы между Швецией и Лихтенштейном. Мне кажется, абсолютно ничего не очевидно, тем более, когда речь идет о спортивных состязаниях. Поэтому мы завтра будем играть, на мой взгляд, оптимальным вариантом состава. Ну а нам остается только лишь пожелать удачи нашей национальной команде в завтрашней игре против сборной Лихтенштейна. Обязательно нужны эти три очка. Сейчас вообще нужно побеждать в каждом матче.